Хорошо, поднимаюсь к видеодорожке и давайте с вами мы сейчас сделаем весь видеоряд, который будет располагаться на протяжении всей длительности моего текста, практически всей, а потом мы с вами добавим уже текст в самое начало нашего видеоролика. Смотрю свой план, хорошо, итак, по моей задумке, кадры, кстати, я здесь пронумеровала тоже для удобства, чтобы вы знали, что зачем добавлять без всякой путаницы. Итак, сразу я добавляю вот эти вот два кадра на таймлайн. Так, появляться они тоже начинают не сразу, а с определенного текста. Они почти ровесниками были, ведь день или полтора еще не срок. Всю жизнь они так преданно дружили. Ребенок человека и щенок. Они росли. Отлично. Значит, вначале мы поддержим маленькую такую интригу. Дальше, вот этот вот файл мы расположим здесь, на фразе «Ребенок человека». Чуть-чуть сократим длительность. Ну, а далее появляется вот это вот изображение. Так, даже, наверное, еще чуть короче сделаем. Так, итак, настраиваем наше изображение под свойства нашего проекта. Проект у нас настроен под Full HD. Ну, пускай, собственно, в этом и остается с этими настройками. Так, ставлю курсор в нужном месте. Далее захожу в инструмент «PenCrop». Обратите внимание, здесь, вот здесь, на дорожке с анимацией, обязательно поставьте курсор на первый ключевой кадр, иначе анимация у вас добавится в том самом месте, где у вас курсор. Это важно. Ну, и подгоняю сейчас изображение под размеры проекта. Так, кликаю правой клавишей мышки и выбираем «Match Output Aspect». Все. Изображение стало как нужно, ровно по размерам кадра. Хорошо. Заранее сделаем здесь анимацию, давайте также, этому изображению, чтобы немножко его оживить. Пусть у меня самый первый кадр будет вот в таком полномасштабном положении. Чуть-чуть только подниму рамку, наверное, повыше сюда. И поставлю сейчас курсор вот сюда, в самый финал нашей дорожки. И здесь сделаем такой небольшой наплыв. То есть приблизим руки и лицо ребенка, просто уменьшив рамку, потянув за ее край и расположив ее там, где нам нужно. Хорошо. Закрываем. Далее работаем с изображением со щенком. Также идем в PenCrop. Подгоняем под размеры проекта. Ага. Вот видите, какая я ошибка уже сделала. Я курсор не переставила, поэтому у меня ключевая точка образовалась вот здесь. Что это значит? Это значит то, что если мы будем с вами сейчас один момент двигать курсор, сейчас я стрелками покажу, как это будет происходить, у нас будет вот такая вот плавная анимация. То есть не изначальное изображение будет замощенным на весь экран, да, а плавно появится это замощение. Нам это не надо. Вот. Нам нужно, чтобы изображение изначально было по размерам экрана. Так. Удалю эту ключевую точку. Ставлю курсор на первой ключевой точке. Подгоняю изображение под размеры проекта. Чуть-чуть его по нему выше. Так. Аккуратно. И в данном конкретном случае я хочу, чтобы изображение не приближалось, а как бы немножко отдалялось. Соответственно, мне нужно, чтобы вот в таком положении изображение было вот здесь, в финале. Я ставлю сразу ключевую точку, чтобы потом просто не переделывать работу. Таким образом я зафиксировала вот такое положение изображения в этой конкретной точке. А перейдя в первую точку, вот эту вот первую ключевую точку, я просто уменьшу данное изображение. Ну, немножко там буквально, чтобы просто хоть какая-то анимация, потому что длится, в общем-то, этот кадр будет совсем недолго. Так, соответственно, у нас в первой ключевой точке собака будет немножко ближе, а к финальной ключевой точке кадр будет вот таким полноценным. Хорошо. Ну и сейчас нам нужно с вами просто сделать небольшой плавный фейд между этими изображениями, потому что мы здесь в этом конкретно видеоролике и в этом конкретном уроке мы не будем с вами применять как таковых эффектов, ну, разве что парочку, потому что драматургия, скажем так, данного стихотворения не позволит нам здесь допустить изобилие различных эффектов. Вот у нас здесь получится с вами плавный переход от одного изображения ко второму. Вот такой плавный фейд, аккуратный. Хорошо. Так, ребят, еще важное ключевое действие, которое мы с вами не проделали, начав, в принципе, всю эту работу здесь по проекту, мы с вами не сохранили данный проект. Сейчас мы с вами должны обязательно сохранить данный проект, чтобы не потерять никакого содержимого, не переделывать работу. Значит, идем в пункт меню «Файл», выбираем «Save as», выбираем папку на компьютере, куда хотим сохранить. Например, у меня эта папка находится на диске «Д», называется «Проекты». Здесь специально под этот проект я создам отдельную папку. Вам рекомендую также создавать изначально папку под каждый конкретный проект. Так, и назову эту папку например, так. Далее даю имя файла самому нашему проекту. Не будем заморачиваться по этому поводу. И обязательно ставим галочку «Вот в этом чекбоксе копировать медиафайлы с проектом», чтобы мы ничего не потеряли. Нажимаем «Сохранить». Здесь нажимаем «Ок». Ну и все, наш проект сохранен. Теперь обратите внимание, когда мы будем с вами производить какие-то в нем действия, периодически важно будет сохраняться. Сохранить изменения в проекте, напомню вам, мы можем через «Ctrl S» или нажав вот на эту графическую пиктограмму с изображением дискетки. Хорошо, едем далее. Добавляем вот это изображение далее. Так, мы его также будем вводить плавным фейдом. Ну и настраиваем его опять. Вообще, эту процедуру подстройки под проект вам нужно будет проделывать практически с каждым изображением, в большинстве случаев. Если только изображение изначально не имеет параметры видео. Ну, например, там 1280 на 720. Иногда так бывает, но в большинстве случаев изображения имеют более квадратную форму, и вам нужно будет их подстраивать под параметры видео. Так, ставлю курсор обязательно в первую ключевую точку. Подгоняю под параметры проекта. Давайте здесь сейчас проделаем немножко другую анимацию. Мы с вами чуть-чуть уменьшим данную рамку. И сделаем просмотр изображения сверху вниз. Плавное скольжение. Значит, располагаю рамку в первой точке. Вот так вот сверху. И в финальную точку ставлю. Ключевой кадр, в котором изображение немножко опустится. Вот таким образом. Немножко опустится, и пусть она немножечко все-таки чуть-чуть масштабируется. То есть рамку оттянем немножко. Вот таким образом. Закрываем. И добавляем четвертое изображение, которое у нас должно быть на каких словах? Догоняли. И ведь никто вокруг понять не мог, что значит дружба. Только двое знали. Ребенок человека и щенок. Так, нам с вами надо, чтобы данное изображение находилось вот в этом конкретном месте. Здесь также будет плавный фейд. Поэтому расположим его немножко пораньше. А данное конкретное изображение у нас будет длиться. Соответственно, дольше. Где-то примерно вот так. Заходим снова в инструмент PenCrop. Посему, коль уж мы его удлинили. И поскольку мы данное изображение увеличили по длительности, вот эта вот ключевая точка, которая была в финале, оказалась у нас практически в середине. Все, что нам нужно сейчас сделать, это просто захватить ее и передвинуть в самый финал. Вот так. Все. Закрываем данное окошко и настраиваем следующее изображение. Переходим в PenCrop. Так, ставим в нужном месте курсор. Подгоняем. А здесь просто плавное наведение сделаем из этой точки. Вот сюда. Примерно так. Хорошо. Идем далее. Окей. Значит, сюда, соответственно, добавляем вот это вот изображение. Так, если не ошибаюсь, у нас здесь будет немножко другой переход. One moment, please. От пятого к шестому через флеш. Хорошо. Значит, так. От пятого к шестому. Ага, от четвертого к пятому. Опять же, плавный фейд. Хорошо. Значит, делаем фейд. Небольшой. В секунду где-то хотя бы. Так, подгоняем данное изображение. Не забываем ставить курсор в нужное место. А здесь делаем немножко по диагонали анимацию. То есть, я немножко сейчас уменьшу данную рамку. Буквально чуть-чуть. Поставлю вот сюда, ближе к верхнему левому углу, нашу рамку. А вот в финале изображения наша рамка будет находиться где-то, ну, здесь. Ближе к нижнему левому краю. То есть, по диагонали движение будет вот так происходить. Без масштабирования, без увеличения, без отдаления. А просто плавно как бы вот сюда перемещаться. Угу. Так, хорошо. И добавляем вот это вот видео. Так, с этим видео... Ну, давайте подстроим, потому что по большому счету у нас здесь основополагающее видео. Ничего особенного не поменялось. Просто фреймрейт немножко изменился. Хорошо. Так, здесь ключевой момент. Ключевой момент. Здесь я хочу начать не с самого движения. Рядом с ним болеет тоже. Я хочу здесь начать со стоп-кадра. То есть, я хочу сделать здесь стоп-кадр. Добавить картинку стоп-кадра вот сюда, чтобы некоторое время изображение было статичным, а потом началось плавное движение. Что нам нужно сделать сейчас? Ставим курсор в самое начало данного видеоролика. Здесь выбираем в настройках превью Best Full. Нажимаем на дискетку для создания снимка экрана. Так, называем данный снимок, например. Обязательно сейчас находим нашу папку. Нашу папку. И добавляем изображение в эту папку. Чтобы оно потом не потерялось. В случае, если вы куда-то его удалите или переместите. Так, хорошо. Так, в каком конкретном моменте у нас должно пойти движение? Что рядом с ним болеет тоже вернейший в мире друг большой щенок. И в дальнюю-придальнюю дорогу... Так, хорошо. Значит, примерно, наверное, вот отсюда у нас начнется движение. Так, где наш стоп-кадр, который должен был добавиться уже в программу после сохранения? Вот он. Мы этот стоп-кадр добавляем в нужное место. Здесь должна быть точная стыковка. Так, и немножко увеличиваю Fade. Хорошо. А также вот на этот переход, вот на этот Fade, нам нужно наложить эффект перехода. Переходим в Transitions. Выбираем с вами переход через засвет. Он называется Flash. Вот он. Ну и выбираем Soft Flash, например. Вот этот вот. Бросаем. Никаких изменений здесь производить я не буду. Закрываю окошко. Так, для Flash, наверное, секунды будет маловато. Поэтому я все-таки удлиню переход хотя бы до 2-10 секунд. Где-то так. Так, идем дальше. Изменю настройки превью. Чтобы сейчас мое видео сильно не притормаживало. Хотя притормаживать оно будет, потому что у меня сейчас работает еще и программа записи с экрана. Почему-то вот когда я пишу с экрана, с ее помощью, она у меня когда активна, у меня Vegas хорошенько притормаживает. Видимо, мощности компьютера для двух этих программ у меня не хватает. Придется потерпеть этот момент. Так, что у меня там по плану дальше? Ага. Все ясно. Хорошо. Значит, смотрите. Здесь мы с вами до этого момента где-то примерно доводим видео. Я, наверное, все-таки, пожалуй, чуть-чуть урежу длительность стоп-кадра. Подвину видео, соответственно. Ага. И обрежем данное видео. Разрежем его пополам. И удалим вот этот вот ненужный фрагмент. Далее мы сделаем с вами fade. Здесь fade out. Уход такой плавный в темноту. Аккуратный вот такой. И через плавный вход покажем следующее изображение. А точнее это будет видео. Идем в Project Media. Так. Добавляем вот это вот видео. И здесь делаем плавный вход. Он будет чуть подольше, я так думаю. Где-нибудь вот так. Этот fade, кстати, тоже можно увеличить. Effecto Radi. Хорошо. Так, здесь видео, где просто парень с собакой идут по дороге, отдаляясь. Так, по-моему, здесь у меня тоже должен быть плавный fade out. Посмотрим. Ага. Это вот видео у меня обрамлено fade-ами по плану, поэтому сделаем fade. И сделаем данному fade-у вот такое свойство назначим. Это мы уже с вами сделали. Так. И далее восьмое изображение у нас из плавного fade-а. Так, вот это вот изображение у нас появляется плавно и возможно даже не сразу паузу от этой темноты. Немножко подержим с вами. Так, длиться оно будет долго. Ушел от друга друг на дно морское. Вот так. Оно у нас должно длиться вот досюда примерно. Так, хорошо. В любом случае делаем плавный fade. И анимируем данное изображение. Перейдя в pancrop, мы с вами сделаем плавное отдаление. Соответственно, ставим здесь ключевой кадр сразу в финале, чтобы не делать двойную работу. Переходим в первый кадр. Уменьшаем рамку. Пусть движение начнется примерно вот отсюда где-то. Закрываем. Так, дальше добавляем следующее изображение. Вот это. Здесь у нас должен быть плавный fade. Насколько я помню. Да, плавный fade. Так, хорошо. Делаем его. Так, ну данное изображение нам нужно будет с вами настроить. В первую ключевую точку ставим курсор. Помним, да? Окей. А здесь сделаем немножко другую анимацию. Здесь давайте с вами, знаете, еще сделаем. Чуть-чуть уменьшим рамку и сделаем движение приближения по диагонали. То есть рамку мы немножко уменьшили. Ставим ее ближе к левому краю. Так, еще чуть-чуть уменьшу ее, чтобы эффект был более заметным. Заметным. Акцентирую как бы внимание на собаке сейчас. Далее ставим в конце здесь. Еще уменьшаю наоборот данную рамку. Я же приближать захотела. Так, и переводим внимание сюда, вот где-то на воду. То есть движение будет по диагонали с приближением. Хорошо. Так, 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 так. Немножко попутали. Вот до сюда у нас должно было быть предыдущее изображение. Пододвигаю, делаю длительность больше. Захожу в PenCrop и передвигаю данный ключевой кадр. Хорошо. Здесь Fade. Чуть-чуть, наверное, увеличу просто Fade. Чуть-чуть буквально. Так. До каких слов у меня должно быть здесь? Взмахнув в последний раз. Окей. Так. А сейчас куда-то эта точка задевалась. Рукой ему взмахнув в последний раз. Примерно вот до сюда можем делать общую длительность этого изображения. Переходим снова в PenCrop. И передвигаем ключевой кадр, поскольку мы увеличили его длительность. Закрываем. Идем далее по таймлайну. Добавляем следующее, десятое изображение. Вот в этот конкретный фрагмент. И он, оглохнув разом и ослепнув, одну дорогу видя пред собой, рванул туда, где друг его исчез. Вот так. Где-то через плавный Fade все это дело мы будем делать. Чуть-чуть больше сделаем Fade, чтобы это было более интересно смотреть. И длительность будет, ну, и это был его последний бой, вплоть до сюда. И это был его последний бой. Так, хорошо. Вот до сюда у нас сто процентов идет данное изображение. По-моему, у меня здесь будет... Так, по моей задумке, у меня должно быть на двух последних ударах сердца заканчивается анимация. То есть анимация должна доходить ровно вот до сюда. И это был его. Вот. Последний удар сердца. До последнего удара сердца у меня должна длиться анимация. Здесь мы будем делать анимацию с увеличением масштаба на саму собаку, на ее глаза, на ее взгляд. Соответственно, вот из этого положения мы должны будем где-то вплоть до сюда. Обратите внимание, стоит синхронизация курсора у нас с вами здесь. Поэтому вот здесь, на этой шкале, будет отображаться точно, где у нас находится курсор на таймлайне. Это очень удобно, особенно в нашем с вами случае. Вообще, в большинстве случаев это будет вам удобно. Хорошо, ставим курсор на последний удар сердца. И вот до этого момента у нас должна быть анимация. Так, мы уменьшаем рамку. Сакцентировав внимание на собаке, на его взгляде. Но это все дело у нас будет заканчиваться без анимации. По моей задумке, так в принципе и должно быть. То есть у нас идет движение, движение, движение до последнего удара сердца. А с последним ударом сердца у нас все замирает. И мало того, закрываем окошко, мало того, что все замирает, у нас еще и fade out. Вот такой идет. Так, добавляем вот это видео сюда. Тоже начнется с плавного fade. Сделаем fade достаточно мягким. Вот до этой фразы сделаем его. Так, дальше у нас идет движение на видео. И в какой-то определенный момент я хочу сделать стоп-кадр. Потому что это как бы здесь идет намек на воспоминание о прошлом. Ну вот пускай в этом самом месте, может быть даже вот в этом. Нет, вот в этом. Мы сделаем стоп-кадр. Для этого мы разрезаем данное видео. Снова меняем настройки окошка превью на full. Делаем стоп-кадр. Даем название файлу, сохраняем. Вот эту вот часть, остальную часть видео мы удаляем. Она нам сейчас не нужна. Находим второй нужный нам стоп-кадр. Вот он с названием финал. Добавляем сюда встык с нашим видео. Чтобы как бы движение, движение происходило, происходило. Собака бежала, 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 прыгнула и замерла. Так, ну и сразу давайте добавим с вами, наверное, финальное вот это изображение. Ну, здесь уже не принципиально. На каких словах у нас появится финальное изображение? А как у нас переход? Ага, через флэш. Окей, я поняла. Хорошо. Настраиваем данную картинку. Так, оттянем ее до финала и сделаем анимацию. А анимацию мы сделаем с вами в обратном направлении, то есть по отдалению. Соответственно, значит, сейчас мы должны с вами поставить здесь ключевую точку. А вот на этом ключевом кадре у нас изображение должно изначально быть приближенным. Поэтому уменьшаю рамку, акцентирую внимание на этих двух ребятах, закрываем. Ну и сразу я помню, что у меня здесь идет плавный фейд-аут, плавный выход. И, наверное, даже присвоим вот такое вот свойство данному фейду. Здесь у нас, кстати говоря, также эффект идет, переход через флэш. Так, хорошо. Значит, фейд у нас примерно начнется где-нибудь, наверное, вот отсюда. Соответственно, данное изображение подвинем, сделаем его дольше по длительности. Переходим в Transitions, выбираем Flash. Давайте также Soft Flash выберем. И добавляем наш переход. Закрываем. Все, по сути, по сути мы проделали все необходимое. Так, еще забыл один момент, что у нас вот это вот изображение с ребенком также должно входить. Чуть раньше сделаем его, давайте. Его появление чуть раньше сделаем. Соответственно, отодвинем вот этот вот ключевой кадр. Так, и плавный фейд. Совсем забыла этот плавный фейд осуществить. Исправляюсь. Окей. Так, вот здесь вижу момент, который стоило бы подправить. Не сразу будет появляться вот этот кадр. Он будет появляться примерно вот отсюда. И более плавный фейд будет у нас. Наверное, даже я его откорректирую немножко. Вот так. Продолжение следует...